Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас сочетание фастфуда, в частности, это KFC и обычных роллов. Сегодня у нас роллы с чукой. Видела часто у Марины. И у нас вообще в меню тоже частенько видела, но что-то не было желания попробовать. Сегодня решила внести некое разнообразие, и я не пробовала никогда в жизни. Сейчас будет у меня такой дебют. Так, давайте возьмем самый такой красивенький ролл. О, немного разваливается. Около дома у меня открылась одна доставка. Я прям зашла туда, решила взять прям у них. Вкусно! В прошлый раз с креветкой тоже брала у них. Очень понравилось. Решила сегодня тоже у них взять. Проходили мимо. Мы с мамой смотрели кухонки. Хотим заказать кухню. Так просто чисто приценивались, где, что, сколько стоит, какие модели. Вообще, кухня в основном у нас на заказ и стоит недешево. Минимум, минимум это 200 манат за погонный метр. И то, если это у тебя будет не до потолка. Если до потолка, будет значительно дороже. Что ж такое сегодня со мной? Все разваливается. Смотрите, какие роллы у них огромные. Цены, конечно, кусаются. Но в интернете нашла пару мест, где вообще кухни делают за копейки. Просто, ну, супер цены. Просто я не видела их работы. Не знаю, насколько качественно это будет сделано. Скорее всего, сегодня выйдет влог. И вы сможете увидеть варианты, которые мы рассматривали, смотрели. Вообще, на самом деле, сложно выбирать, когда у тебя еще не выбраны обои. Когда ты не знаешь, что как будет. Когда хочешь уложиться бюджетно, но в то же время хочешь, чтобы это смотрелось красиво. Не по-байски. В общем, я так устала. По мне видно, да? Я такая затрепанная. Плита, аспиратор, холодильник. Холодильники смотрели тоже. Хочется маленький такой купить. Но не нашли. Везде они какие-то большие. Сегодня чисто просто ходили. Ни на чем не остановились. Ничего не поняли. Как, что. Давайте перейдем к вопросам. Натали пишет комментарии. Привет, Айка. Смотрю тебя давно. Ты меня смотивировал тоже создать YouTube канал про мукбанки. Снимаю уже 3 месяца. И каждое видео у меня набирает по 30 просмотров. Ничего не двигается вперед. Муж меня очень поддерживает. Но это не помогает мне развиваться. Что мне делать? Очень сильно демотивируют эти просмотры. Было ли у тебя такое? Или сразу ты начала набирать хорошие просмотры? Если честно, 30-40 просмотров у меня даже на начальных этапах канала не было. Я как-то создала канал. Я начала скрывать от своих одногруппников. Но они как-то сразу вычислили меня. Я не знаю, как они меня нашли. Они, наверное, замечали, что я в универе что-то снимаю. И интересно было посмотреть. И получается, что вся моя группа, а может быть пол универа, просто заходили посмотреть на мои видео. Чисто поугарать. Поугарать, посмеяться. Вот так. И это помогало мне набрать на первых видео где-то 300 просмотров. Вот меньше 250 не тысяч, просто 250 просмотров у меня никогда не было. Меньше этой цифры. Откуда я понимала что одногруппники смотрят меня? Я прихожу в универ. Они как бы стебутся, угорают над теми фразами, которые я говорила в видео. Я понимала, что все в теме. Все знают, о чем идет речь. Поэтому даже не знаю, что советовать. Даже сама иногда удивляюсь. Иногда такие классные каналы просто на дне. То есть не набираются просмотра. Не знаю, с чем это связано. Почему кого-то смотрят, а кого-то нет. На мой взгляд, не стоит отчаиваться. Нужно продолжать снимать. Если даже 50 человек постоянно вас смотрят, 30-40 человек, неважно. Это тоже хоть какая-то, хоть небольшая, но это тоже аудитория. Тем более, муж вас поддерживает. Обычно, как бывает, никто не поддерживает. Тем более, для мукбанков, на мой взгляд, много времени не надо. Сел, поел, смонтировал, выложил. Можно даже в неделю по два видео. Только самое главное, распсиховавшись, не удаляйте канал. Не удаляйте видео. Даже если вы решите больше не снимать, оставьте все это как память. Вдруг когда-нибудь вы передумаете и решите нет. Буду снимать. Поэтому мой такой совет. Опять же, решать вам. Я не могу как бы за вас это решить, но мне кажется, это круто иметь канал. Даже если просто на любительском уровне. Мне кажется, самое главное, чтобы при монтаже вы видели картинку, вы видели себя и чтобы вы нравились себя. Я в своем первом видео, когда опубликовала, была настолько, знаете, воодушевлена. Мне настолько нравилось, как я выгляжу в кадре. Сейчас я пересматриваю эти видео и думаю, бог мой. Я была слепая и на меня люди подписывались. Ставьте хэштеги. Например, вы снимаете мукбанки. Ставьте хэштег Айка Эмили. Верняева. Так, секрет вам. Ставьте хэштег Инна Судакова. Ну как, грубо говоря, своих конкурентов. Почему? Чтобы после наших видео в рекомендации выходили вы. Хотя на самом деле, вообще по большому счету, я замечала, что у меня лучше всего набирают видео, на которых вообще нет хэштегов. Ну просто Ютуб нам говорит о том, что нужно ставить хэштеги. И понятное дело, нужно ставить такие с салатом чукой. Они прям, знаете, такие скользкие получаются. когда ты начинаешь канал, самое главное заручиться поддержкой. у нас была родственница, которая маме говорила, ой, зачем этот Ютуб канал ей нужен? Когда у меня было 10 тысяч подписчиков. Говорила маме, да не разрешай ей снимать видео. сидит и ест на камеру. Если ваш муж вас поддерживает, огромный респект и огромный привет ему. Это очень круто, вам повезло с мужем. Обычно, что мужики делают? Да нафиг тебе это надо! Сейчас заняться нечем. То же самое родители. В каких-то начинаниях это не серьезно, говорят они. Это не дело. Займись чем-то более серьезным. Роллы доела. Они были очень вкусные, но из-за того, что сверху здесь салат чука, они были очень скользкими и сложно было их есть. Такой вот небольшой минус, так скажем. Ну что, следующий твистер. Он последний у нас. Это твистер джуниор. Столько людей в KFC было, ребят. Просто палец поставить негде было. Сесть негде. Все с детьми. Парень-девушка-парочки. Ждала тоже долго. Тот KFC, который находится около моего дома, он где-то три года пустовал просто. там никого не было, ни душе. Я все думала, закроют. Вот за что им огромный респект и уважуха. У них на кассе работают такие, знаете, женщины в возрасте. И за что респект? За то, что берут таких на работу. Не то, что давайте нам молодых, красивых пытаются как-то чтобы работали не только молодые, но и женщины в возрасте. Потому что моя одногруппница, например, мама, сколько лет? Лет 30 она проработала в одном банке, затем попала под сокращение и очень-очень долго не могла найти работу. Просто потому, что все банки берут молодых сотрудников. А я-то думаю, почему у меня чек такой большой вышел. Оказывается, мне колу положили большую. Обычно я всегда беру маленькую. Тут мне не спросили, положили, но хорошо. я как верблюд люблю попить. И один раз при папе выпила три бокала воды. Ну, как бокалы, вот эти вот стандартные, обычные. И у папы был просто шок. Он говорит, как в тебя поместилось это все. Я говорю, папа, ты еще не видел, сколько в меня помещается, когда я действительно очень голодная. Возможно, кстати, из-за этого я не поправляюсь. Хотя я поправляюсь, если прям сильно нажжусь, прям если в 12, например, я съем 3-4 бургера. И до этого тоже плотный завтрак, обед и ужин. мне жалей говорит, что это из-за того, что у меня хороший обмен веществ и я много воды пью. Это тоже огромный плюс. теперь чувствую себя максимально счастливой. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока. Пока.